Всем привет, на связи GadgetPage. Сегодня у нас на обзоре очень горячий флагман среди моющих пылесосов от Xiaomi. Дозаправка жидкости от док-станции, высокотемпературное мысье полов, датчики загрязнения, сушка прямо на док-станции и не только. Миджиа это суббренд компании Xiaomi, специализирующийся на создании умных товаров для дома, в основном получившая высокую популярность благодаря ее уникальной по-настоящему хай-тэйдж продукции. И наш сегодняшний гость не стал исключением. Приезжает пылесос весьма большой коробки, весом почти в 16 килограмм. Ах да, чуть не забыл, полное название у этого пылесоса. Миджиа High Temperature Wireless Floor Scrubber. Или же, как все его знают, Миджиа шоу хан као вэн ву сян си дитий. Спасибо. Но для простоты будем называть его просто Xiaomi Mijia. Миджиа. Миджиа. Да. Итак, комплектация. В комплектацию входит запасной валик, дополнительный фидер HEPA, высокой очистки, щетка и лезвие внутри для обслуживания пылесоса, бак для дозаправки чистой воды в пылесос, устанавливается на док-станцию, сам пылесос, его рукоять и док-станция. Сборка очень простая. Она состоит из трех действий. Для начала вставляем рукоятку в пылесос, после устанавливаем бак для дозаправки на док-станцию и подключаем в розетку. Все. Теперь можно залить воду либо моющая средства в бак на док-станции, и после зарядки пылесос полностью готов к работе. Давайте поговорим о том, что же отличает этот пылесос от всех других моющих пылесосов подобного типа. Тут есть о чем рассказать. Начнем с док-станции. Она имеет бак для жидкости объемом в 3 литра, который заправляет пылесос, как только тот устанавливается на базу. Вода, которая попадает в пылесос перед этим, нагревается до 75 градусов через электрический бойлер, расположенный между двух цилиндров на корпусе док-станции, и горячая жидкость сразу поступает через специальный клапан на пылесосе. В левом цилиндре выделено пространство под хранение дополнительного фильтра, валика и щетки для очистки. Помимо функции хранения, имеется функция сушки. Внизу расположены отверстия для вентиляции, и при нажатии кнопки рядом с крышкой включается циркуляция воздуха, что позволяет высушить расходники и избежать неприятных запахов, а также появление плесени после обслуживания пылесоса. Сама платформа, где стоит пылесос, может быть снята и промыта. Из приятных плюсов, сзади имеется ниша, куда можно накрутить излишки кабеля питания. Пока что это самая навороченная док-станция из всех, которые я видел. Перейдем к пылесосу. Тут интересного не меньше. В отличие от большинства устройств подобного типа, съемный бак здесь только один, под грязную воду и мусор. Как раз в нем и установлен фильтр HEPA. Сам корпус имеет интересную конструкцию с раздвижным механизмом. Благодаря нему немного легче вытаскивать весь накопленный мусор во время уборки, по сравнению с контейнерами у других пылесосов. Главной фишкой можно назвать возможность уборки при помощи воды под высокой температурой. Здесь имеется три режима работы. Режим водопоглощения, помогает избавиться от пролитой воды на полу. Высокотемпературный, воды чуть больше, как и силы всасывания. А также температура воды повышается до 75 градусов. Предназначен для въевшихся от сложных загрязнений. А также имеется автоматический режим. Самый понятный и полезный, как мне показалось. Пылесос автоматически выбирает необходимую мощность всасывания и количество воды. Как раз для работы этого режима установлены специальные датчики, при помощи которых пылесос сам определяет степень загрязнения пола. Так что при уборке пользовался именно этим режимом. Для меня он самый удобный. Над контейнером с грязной водой расположен несъемный бак с моющим средством. На верхушке корпуса имеется огромный LED-дисплей в 3,2 дюйма, отображающий всю необходимую информацию. Такую, как заряд аккумулятора, режим уборки и текущую температуру воды, используемую для уборки. Также имеется голосовой помощник и кнопка с задней стороны для включения-выключения этого помощника. На рукояти пылесоса имеется целых четыре кнопки. Первая отвечает за включение, вторая за выбор режима, третья позволяет временно увеличить температуру воды до 75 градусов, если необходимо отмыть одиноко въевшееся пятно грязи. И последняя кнопка на рукояти отвечает за включение самоочистки валика. Снизу все стандартно, открытие внешней крышки, крепление валика, новше сюда не завезли. Пройдемся по характеристикам представленных производителем. Вес пылесоса почти 12 килограмм. Достаточно большие цифры для устройства подобного рода, что нельзя отнести их к достоинствам. Емкость аккумулятора 4000 мАч, чего хватает на 35 минут полноценной уборки. Резервуар для чистой воды вмещает 780 мл. Получается чуть больше трех полных дозаправок с ток станции. Бак для грязной воды вмещает 640 мл. Перейдем к тестам на практике. Сегодня будет произведен перевод следующих продуктов. Кепчук с майонезом, мука и гречка, также немного воды. Все возможные загрязнения подобного рода устраняются без каких-либо проблем. Будь то жирный майонез или гречка с мукой. Воду тоже убирает без каких-либо проблем. Во время тестовой уборки я заметил, что пылесос после обнаружения более сложных загрязнений в лице кетчупа и майонеза сам увеличил мощность всасывания. Прислушайтесь к звуку. Все же тот самый датчик обнаружения грязи не пустой маркетинговый ход. Ковры также не вызывают у него каких-либо проблем. Хоть и оставляет их после себя слегка влажными. Я заметил, что уборка с вертикальными пылесосами как прогулка с собакой. Тоже тянет тебя за собой, если не поймешь что с полу. В общем, интересная альтернатива домашнего питомцу. После очистки пола ставим пылесос на базу и включаем режим самоочистки. На этом уборка завершена. Подводя итоги, можно сказать, что Xiaomi Mijia, как вертикальный моющий пылесос, полностью и четко выполняет поставленные перед ним задачи. В виде полноценной сухой и влажной уборки дома. Помимо стандартных и привычных функций, как сама очистка валика и информационного дисплея, здесь присутствуют инновационные решения, которые позволяют еще сильнее упростить уборку. Например, использование горячей воды и дозаправка на док-станции. Из главных недостатков можно выделить высокий вес относительно своих аналогов. И проблему всех моющих пылесосов, размер из-за которых бывает сложно убраться под кроватью или другой мебелью. На этом обзор подходит к концу. Всем чистых полов и до новых встреч!